Всем привет! У нас сегодня в доме праздник. У моего супруга день рождения. Он получил подарки и сейчас нам покажет, что же он получил. Славочка, рассказывай, как ты докатился до такой жизни? Добрый день! Сегодня у меня день рождения. С утра самое первое поздравление это поздравила меня Аллочка. Аллочка, великолепный блогер, вот моя любимая жена, она меня поздравила. Я только открыл глаза утром. Потом поздравила меня сестра, потом начали поздравлять друзья. Ну, вот у нас случилось несчастье. Три дня назад готовила Аллочка пельмени и накрылась мясорубка. Мясорубка, честно скажу, купленная советская. Ну, при советской власти ГДР это была советская страна. Да. Вот. ГДРовский комбайн и, короче, ну, сколько может. Столько они живут, как говорят. Но больше 30 лет это точно. Да. И накрылась мясорубка. Не мотор, нет, а механическая часть. И мы, значит, решили поехать. Аллочка говорит, я сделаю тебе подарок. Куплю мясорубку. Потому что тебе, говорит, нужно питаться. Вот. И мы поехали. Поехали в один магазин. Нам там начали такое рассказывать, что мы сказали, даже если вы бесплатно подарите нам мясорубку, мы у вас ее не возьмем. Поехали в другой магазин. Я не буду рекламировать магазин. Нельзя. Вот. Даже вот так закрою. Вот. Ну, купили мясорубку. Мясорубка, будем говорить так, с реверсом. Нормальная, хорошая мясорубка. Ты доволен? Я доволен, да. Самое главное, что я довольна. Что тут есть насадка для того, чтобы колбаску сделать. Ну, замечательно. И есть два, две сетки под толстое мясо, подрубленное под это. Замечательно. Дело не в этом. Но самое главное, все-таки вот возраст подходит. Говорит, как сказал сегодня один мой очень замечательный товарищ, ты, говорит, не женщина, можешь сказать, сколько тебе лет исполнилось? Я говорю, да, ради бога, 67 лет. Но, очевидно, вот все-таки возраст подходит, и мы начинаем мерзнуть. И у меня было одеяло, под которым я, ну, никогда не мерз. А вот в последнее время мерзну, 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 мерзну. И вдруг моя дочечка с зятем, любимые мои, вот, решили сделать мне подарок. Честно говоря, я когда услышал, сколько стоит этот подарок, мне стало плохо. Такой дорогой подарок, такое дорогое одеяло. Ну, показывай. Вот, хочу вам показать. Тут, если честно, если честно, мешок стоит, мешок стоит дороже, чем одеяло. Ну, вытаскивай, посмотри, что это за одеяло. Вот, оно открывается. Вот, смотри как. Целый. Ну, замечательно. Так я не понял, вот скажи мне, пожалуйста, значит, ночью достаешь одеяло, спишь. Утром нужно одеяло достать, сложить и опять положить. Пакет, конечно, да, в пакет, и спусть ждет следующего дня. Во-во-во-во, как у меня сказал товарищ, говорит, да, хайковская фирма очень, говорит, хорошее делает это одеяло, рассылает. Ну, читай, читай, что это за одеяло. Значит, ковдра степнована, тепло-то-прохолода. В общем, летом одна сторона прохладная, а вторая на овечьей шерсти. Размер 200 на 220 сантиметров, весом 1,8 кг. Ну, шикарно. Шикарно. Доставай нам, показывай, какое тебе одеяло подарили. Спасибо, спасибо, дочечка, спасибо, Жорик. Я даже достану вот так. Конечно, доставай, доставай. Ох. Ой. Да, вообще, теперь можно отключить. Ну, теперь ты уже не замерз здесь точно. Да, теперь можно отключить отопление. Вот. И экономить, и мы будем экономить. Нам теперь холод не страшен. Мне жалко его ложить на диван. Я его опять в чехол. Ну, давай, складывай. Так, как его сложить? Оно такое огромное. Такое огромное. О, Господи. Одеяло шикарное. Спасибо, Жора. Спасибо, Яла. Теперь у меня муж будет в тепле. Но это еще не все. Все, дочечка, помимо доставки одеяла, еще и прислала подарок. Ну, вот тут мы уже не знаем, что это. Сейчас будем смотреть. Не знаем, что это. Мы сейчас будем открывать и будем смотреть. Я даже не знаю, как его открывать. Ну, там где-то пленка. Пленку срезаем. Стоп, 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 стоп. Да. Я пленку срежу. Нужно же найти, где ее срезать. Упаковка очень хитрая. У новой почты. У новой почты, да. Как-то они ее закрывают, что она туда-сюда. Направо-налево. Ага, ага. Вот все, уже увидел. О, увидел. Вот оно. Вот, 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 вот. Вот, все, нашел. Нашел, где нужно, не там разрезал. Вот, 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 все, у нас. Ножницы в сторону. Открываем. Оба-на. Так, что-то очень упаковано серьезное. Очень упаковано. Это чашка, по-моему. Это чашка. Это чашка. Это... Ну, открываю. Открываю, ну, открываю. Вот, открываю. Тут же все упаковано, чтобы... Не побилось. Не побилось. Все вот. О, да. Это чашка. Пить чай. Опа. Бест дар I love you. Ну, покажи, покажи. Вот так, вот. Фирма, фирма, фирма. Дальше. Смоколыки. Это смоколыки. Это какое-то вот... Или печенье. Это что-то полезное. Это что-то... Я сейчас попробую. Это что-то очень полезное. Я сейчас попробую и скажу, что это такое. Ну, давай, давай. Ой, можно я не буду развязывать, а я вот так разрежу. Можно. Тебе сегодня все можно. Все равно я это все съем и съем сегодня. Ага, покажи ближе, что это. Вот. Я не знаю, какие-то блинчики. Это, по-моему... Это орехи. Это орехи. Я так думаю, что это орехи. Это эти, как их, дыруны, дыруны с орехами. Дыруны. Пробуй. Это типа... Казинаки. Хлебцы, только семечки разные. И, наверное, с этим, с медом, да? Ну, очевидно, что-то вот такое очень-очень полезное. Ну, прекрасно. Потому что наша Яна тебе не полезное бы и не прислала. Да. Она у нас ведет здоровый образ жизни. Вот. Ну что? Это... Семечки типа казинаки, только... Казинаки на сахаре. А здесь... Что-то другое. Ну, вкусно? Да. Я так думаю, что это даже и полезно. Это, наверное, она сама делала. Может быть. Вот. Ну, а вечером мы сядем за стол. По-семейному. Откроем коньячок. Я купил старый Кокетти. Очень хороший коньяк. Марочный. Замариновали свининку. Ошеек. Как я перед этим говорил, у нас шашлычница накрылась. Новую я еще не нашел. Думаю, может кто подарит. Но сомневаюсь. Вот. Поэтому будем делать... Нужно было объявить. Вот. Но будем делать в духовке, как в прошлый раз. Вот. Когда приготовим шашлык, я думаю, мы снимем, покажем. Конечно, конечно. Мы снимем, покажем этот шашлык. Покажем, как мы его готовили в духовке. Ну, вот. Я, честно говоря, раньше даже не знал, что в духовке можно приготовить шашлык. Ну, мы сделали прекрасно получилось. На вкус вообще шикарный. Мягкий, вкусный. Поэтому до вечера. Большое спасибо всем за подарки. Большое всем спасибо за поздравления. Приятно, что друзья помнят. Друзья поздравляют. Желают здоровья. А я думаю, что в ответ я, как сказать, оправдаю их доверие. Вот. Мы откроем. Скоро у нас сезон клуба «Чистый Молдаван». Ну, вот. Сегодня председатель меня поздравил от клуба. Друзья поздравили. Вот. И мы будем продолжать жить и праздновать дальше. Чего и вам желаем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!